Привет, меня зовут Ира, я мастер мехенди и основатель крупнейшей онлайн-школы мехенди в мире. И в этом видео я расскажу об опасности, которая может коснуться каждого. В самом названии уже есть ошибка – черная хна. Не бывает черной хны. Хна дает от рыжеватого до коричневого оттенки и не может стать черной, если туда добавили кофе или басму. Словосочетание черная хна заставляет всех мастеров вздрагивать или закатывать глаза. Что это за нечисть? Это искусственный краситель для волос с содержанием парафенилендиамина или PPD. Мастера его также называют урзол. Использование этого красителя на коже категорически запрещено. Она может привести к появлению волдырей, шрамов, ожогов на всю жизнь. Использование этого красителя на коже может привести к возникновению волдырей, шрамов, ожогов и проблемами со здоровьем на всю жизнь. Использовать этот краситель на коже категорически запрещено. Даже парикмахеры, которые используют его для окрашивания волос, используют перчатки и стараются не касаться кожи головы. Потому что этот аллерген может очень серьезно навредить человеку. Весь интернет сейчас пестрит ужасными фотографиями, где написано ожоги на хну. Но это не хна, это именно вот этот краситель. Им обычно рисуют на туристических пляжах. Ну а туристы, народ доверчивый, не разобравшись в информации, они доверяют первым попавшимся мастерам и рисуют у них временные татуировки на отдыхе. Ну а потом у некоторых внезапно может начаться аллергия. Сначала может быть покраснение, у кого-то могут быть волдыри, а у кого-то могут быть ожоги на всю жизнь. У некоторых может быть реакция в виде отека к винке. Это когда опухают дыхательные пути, и ты не можешь дышать. И если срочно не оказать медицинскую помощь, то ты задыхаешься. Есть временные рисунки черного цвета, которые делают племена в Африке и Амазоне. Но это не хна. Эту краску делают, смешивая сажу с соком растения. Это искусство называется харкус. Также есть фрукт генипоамерикана, который использует племена в Южной Америке и рисует себе временные татуировки, которые имеют цвет чернильный или темно-синий. Урзол может дать аллергическую реакцию не сразу. И чем чаще вы будете с ним контактировать, тем хуже будет реакция на него. Урзол может дать аллергическую реакцию не сразу. И чем чаще вы с ним контактируете, тем хуже реакция может проявиться. У некоторых людей чувствительность к этому материалу с рождения. У некоторых развивается со временем. Например, парикмахеры, которые красят этим веществом, в результате бросают свою деятельность насовсем, потому что у них развилась аллергическая реакция на него. Им приходится менять свою сферу деятельности, потому что урзол опасен для жизни. Если однажды у вас появилась аллергия на урзол, то эта аллергия никогда не исчезнет. Помимо этого, она может стать причиной развития аллергии на похожие вещества, такие как косметика, солнцезащитный крем и даже одежда черного цвета. Может стать причиной возникновения новой реакции. Хна для бровей, вот которая... Вот хна для бровей, это просто, знаешь, это как цветная хна для тела. Там хны даже нету. Если красить настоящей хной брови, то цвет будет рыжий. Он будет держаться максимум 3-4 дня. Там урзол в составе, там это обычная краска. Просто прибавили хна для бровей. Если у вас или ваших знакомых появилась реакция на эту краску, срочно обращайтесь к врачу и сообщите ему о том, что вам делали рисунок с помощью краски для волос. Он сразу поймет, что реакция у вас началась на парафенилиндиамин. Это видео мне прислала мастер Мехенди Аделия Волкова из Казани. Она ездила на отдых и увидела этого урзольщика, который наносил рисунок своим клиентам. Он клялся о том, что это натуральная хна. Именно так ведут себя мошенники. Они никогда вам не скажут точный состав, чем они рисуют. Почти все они могут говорить, что это хна. Либо что это хна смешанная с кофе, и поэтому она дает черный цвет. Либо что это хна смешанная с басмой. Но это все вранье. Если мы добавим эти материалы в замес, хна никогда не даст черный цвет. Если вы спросите, какой цвет будет у рисунка, они скажут черный. И держаться он будет до месяца. Также они могут сказать, что для ухода за ним ничего не нужно. И после рисования нужно дождаться, когда рисунок высохнет, и просто смыть его водой. Они разводят урзол прямо на месте, прямо перед тем, как рисовать. Они добавляют в него окислитель, и он становится угольно-черного цвета. Рисовать они могут палочками или кисточками. Настоящая хна имеет зеленоватый цвет, хаки, или темно-зеленый. Рисуют ей из конуса. Никогда мастер не будет разводить хну прямо перед вами, и она не будет черного цвета. При этом хну на коже надо держать от 6 до 8 часов для лучшего проявления. И мочить в этот период нельзя. Также нельзя мочить после того, как вы сняли корочку хны. Можно мочить только спустя 4 или 5 часов. Есть много страшных историй, связанных с урзолом. Например, парни на отдыхе решили развлечься. И один из них урзолом сделал себе временную татуировку в виде усов на своем лице. И теперь он обречен всю жизнь ходить со шрамами в виде усов. Шрамы – это самая распространенная реакция среди людей, у которых есть чувствительность к урзолу. Но когда страдают дети, все намного страшнее. Ссылки на все эти истории вы найдете в описании. Но если вы все-таки хотите сделать себе временную татуировку или мехенди, вы можете не бояться, если обратитесь к хорошему профессионалу, к настоящему мастеру мехенди, который мешает хну самостоятельно. Настоящая хна считается гипоаллергенной. Аллергия на нее встречается крайне редко. Она считается безопасной. Ее используют как антисептик, как средство для лечения ран и ожогов. Поэтому вы можете использовать ее и не бояться реакции. Пожалуйста, распространяйте эту информацию, чтобы обезопасить себя и своих близких. Продолжение следует...